Ну что ж, после нескольких дней сидения на измене, которые уже сменились тотальной апатией, я считаю, пришло время поговорить про видеоигры. Почему бы не поговорить про Elden Ring, за которым я последние несколько дней и провел, хотя и не так долго, как хотелось бы. Ну, я, наверное, сразу начну со сновополагающих моментов, для того, чтобы вы дальше лучше понимали контекст. Во-первых, на момент записи этого видео Elden Ring я до конца еще не прошел, как минимум, потому что он огромный, как максимум, потому что спешить там вообще не хочется никуда. Хочется, наоборот, размеренно и очень основательно к делу подходить. Мне кажется, что конкретно с Elden Ring это уже стало нормой для всех, кто пытался его обозревать, как-то разбирать. Все, в общем-то, смирились тем, что даже если бы им прислали эту прескопию за недели две или три, они бы не успели в любом случае. А мне ее еще никто не присылал, так что я бы не успел, даже очень захотев. Но это и не важно, потому что некоторые интересные для меня лично моменты я готов обсудить уже прямо сейчас. Особенно то, как многие говорят, что Elden Ring это якобы лучший момент для того, чтобы втянуться в мультивселенную FromSoftware с его Soulsborne, Кира, большой серией, не обязательно связанных друг с другом игр. И я с этим и согласен, и нет в одно и то же время, скоро поймете почему. Прохожу игру я за дексового мага, и, соответственно, большая часть моего разбора будет посвящена тому, как именно магия теперь работает в подобном билде особенно, и почему те, кто хотят играть за классического мага, скорее всего, могут игру даже дропнуть, ну или, по крайней мере, будут очень разочарованы, где-то первую, я бы даже сказал, первую четверть, потому что заклинания, мягко говоря, не сбалансированы. И, что самое главное, мы не будем спойлерить Endgame, мы даже не будем спойлерить Midgame, скорее всего. Почему? По двум причинам. Во-первых, потому что я из даже Midgame еще не исследовал, наверное, половины доступного контента, а доступного контента там на самом деле очень сука много. И вторая причина заключается в том, что понятие Midgame в этой игре может очень сильно отличаться от человека к человеку. Для кого-то Midgame будет, ну например, этот замок заклинательный, как там эта академия называется, я уже не помню, где еще босс Тян, которая гораздо лучше, чем Та Тян, которую пытались нам как вайфу продавать. А для кого-то Midgame будет самый первый босс, которому ты пришел максимально перекачанный мразью, потому что ты потратил предыдущие 30 часов на то, чтобы исследовать абсолютно все маленькие лачуги, которые там стоят, и тут и там абсолютно все подземелья. Пятое-десятое приходишь и просто ваншотаешь его, такое тоже может быть. Я бы сказал, что из всех игр From'а, которые были релевантны, технически начиная с первого Dark Souls'а, но Demon's Souls ретроактивно обычно тоже в этот список вписывают как первооткрывателя, такого своеобразного, на которого всем было пофиг, когда он выходил, но потом он стал достаточно культовым, так и быть его тоже будем считать. Я бы сказал, что Elden Ring в этом списке находится, ну где-то месте на третьем, наверное. Он это третье место делит с третьим Dark Souls'ом, как бы символично не звучало. При этом первое место занимает Sekira, которая все еще буквально моя любимая боевая система и в принципе любимая минималистичная система, которую From'а когда-либо делали, и первое место занимает, собственно говоря, первый Dark Souls, который в свое время был таким своеобразным откровением, да, который открыл людям глаза на вот этот вот новый формат, хотя не такой уж он и был новый к этому моменту, но вы понимаете о чем я. Да, это было что-то новое, что-то революционное в каком-то смысле даже можно сказать. Вот по вышеупомянутым пунктам давайте и будем проходиться. Если я буду что-то вспоминать по ходу дела, о чем я упомянул, естественно, расскажу тоже. Получится видео у нас таким сумбурненьким немножко, но мне кажется, что когда ты не проходишь игру до конца или даже до середины-середины, потому что после 30 часов игры я все еще не уверен, нахожусь ли я на этой самой середине, по-моему, все еще нет. Ну, я думаю, что назвать видеообзором каким-то полноценным, там прям настоящей большой аналитикой, это не совсем справедливо, да, давайте скорее поговорим про впечатления. Ну и пока вы подписываетесь, давайте послушаем сообщение от спонсора и начнем. Булочке нужна ваша помощь, нет, я говорю не про деньги. Просто зацените канал Хааронов, там парень проходит и обозревает игры. Ассортимент очень широкий, хорроры, онлайн-шутаны, выживач и многое другое. Все с юмором и прикольным монтажом. Ему нужна ваша поддержка. Автор старается, но нету активной аудитории, именно вы можете ей стать. А еще вы можете написать ему в комментах, что зашли от Культаса, ну то есть от меня. Нам обоим от такого будет приятно. С чего бы начать? Ну давайте начнем с тотальных профессионально-печатно-журналистских десяток. Которые игре выставлялись еще до того, как она вышла, что обычно вызывает резонанс, но не всегда. В зависимости от того, какая компания выпуском какого тайтла занимается. Потому что понятное дело, что когда мы говорим про эксклюзив для Плейстейшена, ну тут естественно верить не получается. Хочется верить, но верится с трудом. С другой стороны, когда мы говорим про игр From Software, ну здесь сомнения ни у кого не возникает, потому что они культовые, они у всех на слуху, они не эксклюзивны для одной платформы, доступны другим платформам, ну и соответственно лояльность с ним гораздо больше. Люди просто хотят наслаждаться жизнью, они хотят веселиться. И, что самое главное, когда ты покупаешь игру From Software, а последнее время, по крайней мере, за исключением, возможно, Sekiro, ну даже отчасти там тоже, ты более-менее понимаешь, что ты получишь. Я не просто так вспомнил про Sekiro, кстати говоря, потому что здесь ситуация получилась примерно та же самая. На мой взгляд, заслуживает ли тотальных десяток Elden Ring? Я думаю, что нет, я думаю, что он заслуживает восьмерку с половиной или девятку. Это действительно очень хорошая игра, в которой мне хочется проводить все больше и больше времени. И даже записывая это видео, я уже думаю о том, как дальше пойду играть за своего только что невероятно заточенного мага, который смог себе внезапно, абсолютно даже не зная об этом, выбить рапиру плюс восемь, которая идеально подходит под магический дексовый билд от чела, который просто дал мне ее на халяву. Но об этом мы поговорим немножко позже. Но нельзя закрывать глаза на ее проблемы, да? Это то, чем журналисты занимаются. Ну и понятное дело, почему гораздо более лояльные оценки вы видите в обзорах того же Metacritic на версию для PlayStation 5 вместо версии на ПК, где оценки от пользователей уже не такие лояльные. Но, естественно, технических проблем FromSoftware ты никуда не сбежишь, потому что они... Ну они хорошие ребята, да? Они могут во все, кроме того, чтобы нормально оптимизировать свой кусок кода так, чтобы он не проседал по FPS до 25, когда ты в открытом мире смотришь на открытый мир. Нам обо всем по порядку. Пробовать новые вещи, особенно когда ты студия, которая славится тем, что она из раза в раз делает не то, чтобы одну и ту же игру, но игру, которая очень-очень сильно похожа на предыдущую, и, соответственно, у людей выстраивается довольно экстенсивный список того, что они ожидают от тебя увидеть, когда отдают тебе за это деньги. Ну это определенно рискованно. И даже если у них лояльности хватает, это не значит, что ты обязательно выиграешь. Ну, в данном случае они победили, судя по тому, как доволен Reddit, и судя по тому, как доволен любой простой пользователь. Это, конечно, очень здорово. Но давайте обсудим, что именно человек получит, и тем более, что он получит, когда ему говорят, мол, это идеальный момент, чтобы втянуться. Я не думаю, что открытый мир Elden Ring это какая-то революция в жанре, что теперь все остальные открытые миры должны ориентироваться обязательно на него. Мне кажется, что конкретно этот открытый мир подходит конкретно тому, чем эта игра пытается быть. Но она не подойдет какому-нибудь очередному Человеку-пауку от Sony, например, который требует от тебя совершенно другого. Elden Ring, так же, как и прочие соулсы до него, основывается на очень простых и самополагающих вещах. Ты ходишь по некой, в данном случае, не совсем коридорной локации, а точно важно, потому что предыдущие были в сравнении с Elden Ring довольно коридорными. Ты находишь апгрейды, ты делаешь своего персонажа сильнее, ты исследуешь эту локацию для того, чтобы понять, как именно она работает, как работают враги. Ты становишься в каком-то смысле над этой локацией. Ты приходишь к боссу сначала не готовым к нему, может быть, вайпаешься несколько раз, в зависимости от того, какой у тебя билд, насколько готовым ты был, в принципе, к игре. Но потихоньку, постепенно ты начинаешь все больше и больше улучшать своего персонажа, ты все больше и больше понимаешь, как твой персонаж работает, как работает мир и так далее, как работает сам босс, в конце концов. Ты превозмогаешь и чувствуешь себя от этого очень круто. Elden Ring делает, по сути, то же самое, но в другом формате. В формате, который в силу того, что он очень сильно отличается от того, к чему игроки соуса привыкли, ему приходится некоторые изменения делать, как будто бы вопреки тому, что сам медзака хотел бы, может быть, если это делает смысл. Я вижу очень много деталей здесь, очень много механик, которые как будто бы были бы сделаны вынужденно, да, как будто бы их туда вставили чисто потому, что, ну, раз у нас открытый мир, нам нужно это так сделать. Потому что, если мы этого так не сделаем, даже если нам хочется, то нашу игру все будут дропать и опять мы начнем очень-очень долго и упорно говорить про то, что нужен уровень сложности, как же мы без уровня сложности, это очень важно. Нельзя без уровня сложности, это в играх соуса, это в самом деле. Я в основном говорю про мелкие детали какие-то, типа того, что Эстус теперь восстанавливается не только у костров, но он восстанавливается еще и после того, как вы убиваете группу врагов. Причем именно группа, это очень важно, тут реал так в самом начале и пишет. То есть, если вы увидите пачку из, допустим, там, человек четырех или пяти в открытом мире, они выглядят более-менее слабо, то вы хотите на самом деле их покосать, потому что, если Эстус у вас к этому моменту закончился, а у костра вы еще не посидели, то вы получите с этого что-то для вас ценное. Даже если вы не получите много душ, то это все равно важно для вас делать. Почему такая новая механика есть? Потому что, если бы ее не было, то у людей бы постоянно заканчивался Эстус, особенно в начальных этапах, и они бы до следующего костра, который может находиться вообще на другом конце карты, могли бы тупо и не добраться. Исследование открытого мира предполагает, что ты в этом открытом мире без костров и без чекпоинтов проводишь относительно долгое время, поэтому тебе нужна такая мера, понимаете, она вынужденная. То же самое касается, например, того, что костры находить стало гораздо проще, они буквально подсвечивают, куда идти от одного к другому в таком относительном направлении, и на карте это тоже отмечено. Или, например, тот факт, что для того, чтобы раскрывать туман войны на большой карте, тебе нужно находить специальные обелиски. Но когда я говорю найти, я имею в виду, что тебе нужно просто посмотреть на карту и найти на этой самой скрытой туманом войны, как бы, карте очень размытую иконку обелиска, которую ты уже нашел или пропустил, или она просто всегда там появляется. Я, если честно, не уверен, поставить на нее марку, просто подойти к ней, взять карту, и туман войны раскрыт. Это, наверное, удобнее, чем раскрывать его, просто проходя по локации, потому что тогда открывать бы всю карту было, ну, немножко геморройно. Собственно, это решение, которое они приняли, потому что открытый мир, это, конечно, круто, но мы, вроде как, не хотим, чтобы человек слишком сильно в этом формате себя неудобно чувствовал, потому что мы при этом все еще игра соулса. Давайте поговорим, кстати говоря, про графоний, да, потому что многие жаловались на то, что графоний там чуть ли не Space 3R, и я очень люблю этот аргумент. На самом деле, каждый раз, когда выходит что-то через два поколения, все вспоминают почему-то именно PS3. Я не понимаю, почему именно PS3. Когда-нибудь эти люди, которые говорят эту фразу, вообще видели, как выглядят игры на PS3? Если нет, то поищите там старые Uncharted какие-нибудь. Вот это вот графон PS3. То, что я вижу здесь, он стилистически хорошо выдержан. Я могу привести другой аргумент, то, что я нахожу периодически локации слишком повторяющимися и скучными. Условно говоря, одна и та же развалена башня в Limgrave вам будет встречаться, наверное, раз 10-12, как минимум, в этом открытом мире. Настолько-то, что ты уже забываешь, был ты здесь или нет, открываешь карту и оказывается, что не был, да? Но говорить, что он именно выглядит плохо, ну, наверное, у нас просто разные ориентиры. По насыщенности полигонами, ну да, может быть, не самая великая работа, не Last of Us 2, часть 2, тут ничего сказать не могу. Тем не менее, мне нравится, как выполнена артстайл. Он достаточно яркий, он сочный, гораздо более яркий, чем какой-нибудь Bloodborne, например, на графоне которого я не помню, чтобы кто-то жаловался, хотя наверняка жаловался. Мне такое просто больше нравится самому по себе. Ты достаточно четко видишь, что делают враги, даже несмотря на то, что детализации в открытом, тем более, мире, может быть, гораздо больше с боссами этих проблем. Тем более, у меня пока что еще не возникало, но это может быть связано скорее с моим билдом. И, в принципе, пожаловаться мне здесь прямо-таки особо и не на что. Визуально меня игра абсолютно устраивает. Как минимум, мне нравится собирать фэшн на своего персонажа и чувствовать себя красивым в этой сингловой игре, где никто на меня в любом случае не смотрит на то, какой я красивый. Это уже само по себе достижение, на мой взгляд. Вопрос. Почему именно открытый мир? Почему Медзака так сильно хотел именно в открытый мир податься? Тем более, что у открытого мира сейчас, ну, не самая лучшая репутация после многих-многих лет порочения этого прекрасного термина Юбисофтом и же с ними. Я думаю, что о эволюции всех игр Фрома, с точки зрения самого Фрома, наверное, и профессиональных журналистов в том числе, Элдон Ринг стал потому, что об этом Медзака думал, когда он впервые свои игры начинал делать. Да, вы все слышали эти истории тысячу раз. Про то, как он читал в детстве книжки на английском и не все понимал. Да, про то, как ему приходилось задумывать самостоятельно. Бла-бла-бла-бла-бла. Вы все это сами знаете. Но если я что и понимаю в том, как работает человеческое воображение, то я знаю, что оно всегда рисует картину, которую ты не до конца понимаешь, гораздо более яркой, чем она есть на самом деле. И, может быть, именно о таком ярком большом мире он и мечтал, когда делал гораздо более камерный, гораздо более коридорный соулс, или даже что-то демон соулс, мы еще говорим, который гораздо более явно коридорный, чем там тот же Дарк, где еще можно хоть какой-то аргумент вынести. Но все-таки, на мой взгляд, соулсы до недавнего времени, особенно по сравнению с Элден Рингом, были гораздо более коридорными. И это, вообще-то, важно для того, чтобы понять, как именно к Элден Рингу нужно подходить. Как бы объяснить это, чтобы все поняли правильнее. Давайте начнем с такого вот горячего тейка, и дальше я попробую от него толкаться. А вы будете меня очень внимательно слушать, потому что вы хорошие мальчики и девочки, окей? Первый босс, первый настоящий босс, я хочу сказать, Маргит, который стоит перед замком Стормвейл, слишком сложный. Сейчас я объясню. Во всех соулсах есть так называемый первый настоящий босс. В первом Дарк Соулсе это был Демон Телец, в третьем Дарк Соулсе это был Ворд, в, я не знаю, там, в Бладборне их было по сути два, это мог быть Батя Гаскоин. Обычно Батя Гаскоин у меня, по крайней мере, всегда как-то получался, когда я пытался заходить в Секиро. Это был Гёба Масатака Нюа, который здесь тоже технически может считаться первым боссом, потому что они буквально повторили его анимации. И здесь это Маргит. Но что было общего во всех предыдущих соулсах? Первый босс, он не то чтобы особо сложный, он требует от тебя минимальной координации и минимального освоения его скиллсета, но не сильно больше. Правда, не сильно больше. Вам не нужно на нем очень было сильно заморачиваться. С Маргитом у вас может быть два развития событий, по большому счету. Ну ладно, три, если вам просто реально повезло, но мы не рассчитываем сейчас на везение, да? Два основных пути к подходу к нему это, вы заходите к нему, потому что проходите Элден Ринг точно так же, как проходили предыдущие соулсы, моментально. Потому что как только вы выходите из самой начальной локации, чел в лохмотьях перед костром говорит вам идти в замок, вы идете в замок и встречаетесь там Маргита, и он разносит вам ваше лицо очень сильно и очень больно. И он это делает много-много раз, пока вы не понимаете, что что-то здесь, сука, не так. Второй вариант, вы приходите к нему максимально перекачанной мразью, которая его, если не ваншотает, то как минимум делает уже его лицу гораздо больно. Или знаете, что нет, давайте все-таки скажем, что есть тут три реальных варианта. Третий вариант, это когда, ну это ответвление от первого, когда вы пришли к нему достаточно прокачанным, чтобы у вас был шанс. Шанс у вас есть с самого начала в любом случае. И вы долбитесь об него очень и очень долго, пока, наконец, звезды не сходятся, вы не уклоняетесь нормально от всех его гигантских АОЕ-атак, в которые он между атаками, я имею в виду, не дает вам нормального окна, и вам нужно это окно искать во время атаки, когда он делает свою вот эту долбанную заводку, потому что все боссы после третьего Драк Соулса должны делать длиннющую заводку, а им так эта заводка понравилась, вот так она им понравилась, но через пару месяцев уже не так все приятно, как хотелось бы, но они все равно ее продолжают делать, да? И вы его превозмогаете, у вас получается, вы чувствуете себя круто, вы идете в замок Штормвейл, и вам там ваше лицо разносят в салат, и понимаете, что, наверное, здесь все-таки что-то не так, даже если вы очень старались. Почему так получается? Я думаю, что Маргит сделан относительно других соусовых боссов более сложным, чем мы привыкли, намеренно. Потому что Elden Ring пытается объяснить тебе, что ты не должен биться головой об стену так же усердно, как ты это делал раньше. Ты можешь? Нет, реально, ты можешь попытаться, и может быть у тебя даже получится. Но это не то, как игра хочет, чтобы ты к ней подходил. Как бы это объяснить правильно? Старые соусы, они заставляли людей привыкать к одному очень простому образу мысли. У тебя есть коридор перед тобой, этого коридора есть ответвление, шорткаты и прочее, но в конце дня это коридор. Эффективно это коридор, потому что он ведет из одной локации в другую, и ты идешь по нему, просто периодически отвлекаясь на какие-то сторонние штуки, но так или иначе коридор заканчивается в одной конкретной точке. Это босс. Ты должен по этому коридору пройти, победить босса, пройти в следующий коридор, и пока ты не пройдешь первый коридор, до следующего коридора, ну, смотря какой коридор, конечно, ты, скорее всего, не дойдешь. Иногда у тебя бывает выбор из нескольких коридоров, как, например, во второй половине первого Dark Souls'а после Lord Vessel'а, когда у тебя есть целых четыре коридора, по которым ты можешь пойти, но все равно тебе этот коридор пройти нужно, а потом тебе нужно пройти следующий коридор, и потенциал становления твоего персонажа эффективно сильнее для того, чтобы сделать босса проще, он, как бы, он есть, но он достаточно сильно ограничен, в то время как в Elden Ring'е он ограничен гораздо-гораздо меньше. Я бы сказал, раз и так в 5-6 меньше. Что конкретно я имею в виду? Играя в классические Souls'ы, в какой-то момент ты в стену упрешься в любом случае. Потому что, как бы долго ты не убивал мелких мобов, даже будучи готовым к тому, что, чтобы нафармить много Soul Level'ов, тебе нужно будет очень и очень медленно убивать вот этих мелких мобов, которые мало душ тебе дают, но ты, допустим, это терпишь, или там фармишь босса, не тратя души, чтобы во втором Souls'ы у тебя этот твой Soul Memory не повышался, и ты мог нормально пройти дальше, да? Но рано или поздно ты просто умрешь от скуки раз, и поймешь, что основной дамаг у тебя в старых Souls'ах идет прежде всего от заточки оружия, а для того, чтобы заточить оружие, тебе нужны более редкие материалы, титанит конкретно к которому ты пройти не можешь, потому что для того, чтобы пойти к более редкому титаниту, тебе нужно пройти вот эту стену, об которую ты сейчас упёрся, поэтому ты всё равно достигнешь софткапа, да? Ты достигнешь потолка в какой-то момент. В Elden Ring'е ты буквально, без иронии, можешь прийти к первому настоящему боссу, уже перекачанной мразью, потому что, если ты исследуешь этот открытый мир, если ты попадаешь в локи, которые к тебе должны быть как бы ещё закрытые, но при этом тебе на самом деле открыта довольно большая часть карты, я уж не знаю, там половина, не половина из реальной вот прям карты, которая на весь мир есть, прямо в самом начале, если ты выбираешь все вот эти остальные, менее жестокие стены, об которые ты можешь биться, то ты в конечном итоге можешь собрать себе кучу хорошего оружия, кучу хорошего шмота, ты можешь найти более редкие элементы для прокачки, ну, более редкие материалы, да, этот титанит тут называется просто камень для ковки, я не знаю, титанит как-то более самоображением был, что ли, ну ладно, камни для ковки ты можешь найти более редких, и это может закончиться тем, что при определённом стечении обстоятельств ты можешь прийти к первому боссу с оружием проточенным на там плюс 6, плюс 7, плюс 8, если очень сильно повезёт в правильных локациях вещи найти, у тебя будет там 7 эстусов, например, у тебя с пылы будут наносить достаточно хороший дамаг, потому что ты прокачал каталист там на плюс 4, на плюс 5, и, может быть, нашёл какие-то более редкие с пылы, но хотя с пылами конкретно проблемы есть, потому что локации, где вот прям хорошие заклинания тебе даются, они как раз поначалу закрыты, но об этом, опять же, немножко позже, и разница по-настоящему чувствуется, Elden Ring хочет, чтобы ты так к нему подходил, он хочет, чтобы ты исследовал этот открытый мир гораздо дольше, чем ты исследовал конкретные коридорные локации в предыдущих соусах, и кому-то это может очень сильно не понравиться, точно так же было, между прочим, с Секирой, когда Секира выходила. Когда Секира выходила, дискуссия о том, нужна ли играм Соулса, From Software и всем подобного жанра уровень сложности, отдельный, выделенный, чтобы можно было переключиться и играть как настоящий игровой журналист, эта дискуссия тогда разыгрывалась не на шутку. Но почему? Потому что Секира требовала от тебя кардинально другого подхода, в отличие от подхода, который от тебя требовал Соулс. Соулс позволял тебе перекачиваться, Соулс позволял тебе находить более выгодное для тебя оружие, делать билды какие-нибудь, находить разные пути подхода к тому, как именно ты хочешь проломить стену. Секира тебе этого не давала. Секира давала тебе достаточно глубокую боевую систему, но, будучи глубокой, она была, тем не менее, узкой. То есть она как бы была вот такая вот вглубь, но если мы говорим про ширь, то вот примерно такую. В отличие от Соулсов, которые вот какие-то такие, Соул Секира была вот такой. Один меч у тебя на все про все, один общий мувсет, прокачка одного и того же мувсета, который тебе дополняет какие-то новые движения, но ты все равно машешь мечом так и так, ты это не меняешь, да? И поэтому, когда перед тобой встает стена, у тебя не остается выбора, кроме как просто освоиться с парированием и проламывать ее с помощью парирования. Да, в какой-то момент ты понимаешь, что если просто спамить парирование, то, в принципе, ты игру уже эффективно прошел, она становится невероятно легкой, но тебе нужно сломить болевой порог вот этот, да? После того, как ты из Соулсов пришел сюда и видишь тут какие-то схожие механики, ты машинально, будучи, ну, человеком обыкновенным, подходить к нему начинаешь с той же самой точки зрения, да? Ты как бы мышечной памятью пользуешься, которая у тебя от предыдущих Соулсов осталась. Но потом ты понимаешь, что это не работает. И когда ты поймешь, как именно сделать так, чтобы оно начало работать, вот тогда-то прохождение случается. А Элдон Ринк, он стоит здесь где-то, ну, где-то посередине, между вот этими двумя огнями мечется, и туда вроде как и обратно. Все это я сейчас проговариваю к вопросу о якобы лучшей части для того, чтобы втянуться в Соулсы. С одной стороны, это может быть правдой, потому что люди, которые заходят сюда впервые, не играя в предыдущие Соулсы, они не привыкли к вот этому образу мысли, да? К тому, что тебе нужно биться об стену, если у тебя не получается, то ты просто бьешься об стену плохо. Здесь у тебя гораздо больше опций. Перед тем, как ты будешь биться в эту конкретную стену, тебе придется рано или поздно в нее биться, потому что тут есть обязательные боссы для прохождения главного квеста, условно говоря. Но, тем не менее, у тебя есть выбор. И с этой точки зрения им будет проще. С другой точки зрения, вот эта вот сложность, которая может настигнуть их абсолютным нежданчиком, ее можно испугаться. И я пойму, если ее испугаются. Даже игроки классических Соулсов ее могут испугаться. Я, в общем-то, не буду их винить. Они просто не перестанут играть, потому что они так сильно ждут, когда же Митзак выпустит свой новый шедевр, что взять его и не играть, но это будет как-то неправильно, зашкварно. Нельзя так, нельзя делать. И опять же, эту линию мысли я тоже могу понять. Наверное, в самом выгодном положении в Элден Ринге будут люди, которые, как я, всю свою жизнь играли в ММО-рпагеры. Потому что Элден Ринг кайда хочет, чтобы ты подходил к нему, как к ММО-рпагеру. Перед тем, как заходить в рейд или в какой-нибудь высоколевелный данж, а левелы здесь играют роль, потому что ты очень быстро понимаешь, когда локация слишком большая или слишком сложная для тебя, у меня про это даже есть отдельные истории, ты должен как следует прокачаться, ты должен собрать шмот из предыдущих данжей, из предыдущих рейдов, и вот когда ты почувствуешь, что у тебя хватает именно статов, только тогда ты начинаешь проходить уже актуальный контент, и у тебя в итоге все получается. Ты, как игрок ММО-рпагеров, готов к гринду. Ты не просто к нему готов, ты его даже ожидаешь в какой-то степени. Я так подходил и к предыдущим соусам, я рассказывал об этом на своих стримах, что я люблю быть перекачанной мразью, приходить и просто раскатывать боссов салаты. Здесь мне эта психология тоже очень сильно помогла. Так лично я понял, что на некоторые локации в этой игре лучше просто сразу забивать и оставлять до лучших времен, потому что ты к ним тупо физически не готов. Ну, естественно, умерев. Но как? В какой-то момент я встретил чела, который стоял перед какой-то деревней, где был босс-корабль. Как же он назывался-то? Мэри Мэн или что-то в таком духе? Тибиа Маринер он назывался. Да, точно. Я называю его босс-корабль. Это как босс-вертолет, только круче. Довольно интересный файт, кстати говоря, который может быть либо очень бесячим, либо вы просто его ваншотаете, как у меня получился второго трая, но не суть важна. Когда вы убиваете этого босса, вам дропается предмет, дающий доступ к Ковенанту. Вы подносите его чуваку, который сказал вам, что в этой деревне сидит босс, и он показывает вам на карте портал. Вы можете пройти через этот портал, и портал перенесет вас в противоположный конец карты, вообще куда-то в другой конец Скайрима, в локацию, ну, очень сильно, к которой вы не готовы на тот момент. Что довольно странно, потому что победить этого босса было легко, но как только вы из этой локации выходите, вы там видите чела, главу Ковенанта, вы этому главе Ковенанта можете отдавать предметы и телепортироваться просто обратно, потому что, ну, теперь вы телепортируетесь по нажатию карты, то же самое, что от костра к костру, да, только теперь вы можете из закрытого мира в супер-перекаченную локацию дойти, поэтому телепортация вам еще больше нужна в свободном формате, не то чтобы это как-то сильно изменилось. Вы выходите из этой локации и понимаете, что любой рядовой моб, который на выходе из безопасного места с Ковенантом стоит, может разнести вас буквально с двух ударов. Это даже не босс, это просто любой рядовой моб. Вам уже будет конец. Это, конечно, не помешало мне фармить их на 1000 или 1200 душ за одного моба, потому что я играл за мага, который может тупо не подпускать их к себе и снимать им полоску хп до того, как они снимут полоску хп тебе. Поэтому, да, для меня перекачаться перед Годриком в итоге из-за того, что я нашел эту высоколевленную локацию, ну, это было не то чтобы сложно. Мне это, конечно, все еще попытался поэксплорить, и мне нравится, что эта игра делает, вот в этом плане. Мне нравится, как она помогает тебе и не останавливает тебя, что самое главное, от эксплоринга, даже когда мозг тебе, ну, всячески намекает на то, что это бесполезно, потому что ты не сделаешь никакого прогресса. Вот в этой локации, про которую я говорил, она называется Драгон Пик или что-то там с драконами связанное, там довольно много драконов, она находится в восточной части от Лимгрейва. В самой первой карте вы можете получить доступ, даже еще не подходя к самому первому боссу, вы уже можете туда попасть эффективно. Я провел там, наверное, часа полтора своего времени, тыкаясь сначала об одного неубиваемого босса, который снимает меня с одного тычка, в то время как я не ношу ему урона вообще, об другого такого же босса, об мелких мобов, ну, как мелких, это драконы, которые очень медленно на тебя идут, и тебе нужно как минимум четыре Монестуса для того, чтобы снять им все хп перед тем, как они до тебя дойдут. Но я это хотел продолжать делать не потому, что ожидал какой-то эффективности, а потому, что мне просто было интересно узнать, что находится за следующим поворотом. А может быть, кого-нибудь из них я убью, а может быть, я почувствую себя крутым. Ну, с первыми мобами ты в этой локе так и было, да? И это очень здорово. Это очень здорово, потому что ты знаешь, что какой-то прогресс ты можешь совершить, даже если очень долго бьешься о такую стену, потому что иногда этот прогресс просто лежит на полу. Как теперь происходит, например, с кусками эстуса, с осколками эстуса и заточками на эстус. Я забыл, как они называются, какие-то там священные слезы. Священных слез теперь довольно много. Они просто лежат на полу и ты можешь их тупо подобрать. Если ты выйдешь из здания этого ковенанта, зверей или как он там по-русски называется, то ты моментально прямо на выходе найдешь деревце, под которым лежит осколок эстуса. Предполагалось, что ты, может быть, найдешь его позже, когда придешь в эту локацию своим ходом, но если ты пришел туда через портал, то ты просто получаешь этот осколок эстуса и у тебя теперь есть дополнительный эстус. Молодец. Мне нравится, как эта игра ведет тебя от одной хлебной крошки к другой так, когда ты раз видишь одну и ту же развалину какой-то непонятной башни, за следующей развалиной может найти что-то интересное. Ты можешь увидеть там, например, гору черепашек и за этой горой черепашек, как вот эта гора черепашек стоит около той деревни, про которую только что говорил, где босс корабль есть, и ты видишь там секретную дверь. Что же будет за этой секретной дверью, которую, чтобы открыть тебе, нужна веточка из второго Дарк Соулса, которая окаменение снимала с челов, только здесь она открывает двери, печати типа снимает, да, но это по сути то же самое. И ты думаешь, как бы стоит ли оно того, нужно ли мне сейчас телепортнуться к себе в Firelink и купить там такой предметик, или может быть пойти поискать этот предметик. Ты на это решаешься такой и думаешь, что блин, вдруг там будет опять какой-то бесполезный, не знаю, бесполезный вепонарт, вепонарты тут вообще теперь отдельная тема, сейчас мы об этом поговорим. А потом ты такое открываешь, думаешь, ладно, хрен с ним, и находишь там буквально кольцо Хлорантии, точнее талисман Хлорантии, талисман Черепахи, но это талисман Хлорантии. Давайте называть вещи своими именами, и ты чувствуешь себя круто. Я заметил, что в этой игре вообще бывает два типа моментов апгрейда, давайте так их назовем. Либо когда ты получаешь что-то, что тебе абсолютно нахрен не нужно, ты пробуешь это у себя на оружии, там как-то пытаешься подточиться, и понимаешь, что это абсолютно бесполезно, и забиваешь на это. Или когда все нужные тебе апгрейды моментально валятся тебе на голову, по крайней мере так было у меня. Может быть, этот опыт не у всех бывает, но я буквально в течение часа-полтора, буквально вчера, перед тем, как пойти спать, я одновременно нашел для себя охрененную рапиру, которую получил абсолютно рандомно просто потому, что поговорил с правильным челом. Я нашел, где лежит вот этот вот плащик, такой красный плащик от Тян, который ты находишь довольно рано в игре, это Тян потом прокачивает тебе сомонов. В этой игре теперь есть сомоны, потому что Медзак очень хотел, чтобы ты играл в кооперации, но из-за того, что у игроков есть кодекс чести, что нельзя типа с сомонами или с фантомами драться с боссом, иначе ты его как бы на самом деле не прошел. Тебе теперь дали бесполезных, ну не бесполезных, а бездумных сомонов, которых сомонить как бы не за шквар, да, но ты все еще типа не один дерешься. Медзак очень сильно любит вот эту вот кооперацию, он тоже об этом довольно часто говорил, но про сомонов рассказывать нечего, это сомоны. Ты их просто сомонишь, и они работают, да, тут ничего особенного нету. И, в общем, да, все эти апгрейды валятся тебе на голову, и ты еще и фэшн полный собираешь, и все это в течение одного часа. И вот такие моменты они заставляют тебя хотеть играть дальше. Потому что даже если у тебя долго не было прогресса, ты знаешь, что он будет в какой-то момент, он тебя дико порадует. Тебе всегда есть куда расти. И если ты нашел какую-то вот эту вот обязательную стену, тебе не обязательно на самом деле в нее биться прямо сейчас. Есть куча других стен чуть поменее обязательных и чуть менее тяжелых, в которые ты можешь альтернативно побиться, и может быть эти стены даже понравятся тебе больше. Это круто, это приятное ощущение. Проблемы, правда, могут возникнуть тем, что это битье об стены завязано на боевой системе все того же третьего Дарк Соулса, только слегка измененного. И я имею в виду слегка. Половина анимации буквально оттуда взята. Я, кстати говоря, ничего не имею против Рьюза анимаций, потому что какая разница. Сколько раз можно рисовать анимацию открывания двери или взмаха большим мечом, если в итоге у тебя все равно получится почти то же самое, неотличимо то же самое по большому счету, но ты при этом потратил время и ресурсы. Я считаю, что лучше рисовать новые анимации для новых типов врагов, а старая, которая уже работает, оставит старым и рабочим. Но это так, просто в копилку. Боевка у Фромов никогда не была супер хорошей, да? Ну, у них всегда были проблемы с камерой, у них были проблемы с хитбоксами. Она вытаскивала скорее своей... Наверное, нужно сказать РПГ составляющей, потому что у вас есть выбор, да? У вас обычно, за исключением секира, есть выбор того, какое оружие вы хотите использовать, какие заточки на него поставить, да? И поставить ли заточки, если мы говорим про банальную заточку, там плюс девять и так далее, поформить ли материалы для этой заточки, сделать ли специальный билд под это конкретное оружие, которое ты хочешь использовать. А билды разные, как бы у тебя есть и дексовый, и сильный, и квалити билд, у тебя есть и смесь магии с дексом, у тебя есть полный ориентир на магию, там пиромантия у тебя есть, пиромантия и чудеса, кстати говоря, теперь объединены в одну группу, они теперь называются инкантейшнсы, колдовство, я не уверен, как это по-русски переведено, я это просто называю пиромантия и чудеса, потому что, блин, пиромантия и чудеса, просто за них теперь отличает один стат, но у вас теперь есть еще один дополнительный магический стат, который отвечает одновременно ни за что, но в то же время за много вещей, давайте просто ты сейчас говорить не будем, это вы уже будете разбираться сами по ходу, да, я хочу поговорить если только конкретно про магию. И у людей, особенно новых, приходящих сюда, могут возникнуть проблемы, если вы к этому не готовы, потому что иногда вам кажется, это может случиться, кстати говоря, на Моргите, на мой взгляд, да, вы не считаете виноватым себя, да, вы начинаете винить игру, но это может быть доброкачественная вина игры, например, потому что вы думаете, что вам нужно просто больше прокачаться, потому что этот Моргит слишком сильный для вас пока что, или вы можете начать считать, что у вас недостаточно хорошие окна, босс слишком имбовый, он вообще как будто бы не отдыхает, он просто избивает вас, у него нет нормальных окон для того, чтобы между двумя сетами атак хоть какую-то ответочку ему сделать, и вы в итоге чувствуете себя бессильным, и как будто бы в этом игра виновата, и отчасти, наверное, так и есть, но это как бы не совсем так и есть, потому что есть есть путь обойти эту проблему. Вообще-то все время боевки, вот сколько я 30 часов в Elden Ring играл, у меня сложилось такое впечатление, что фромы попытались исправить много эксплойтов и проблемных элементов из предыдущих частей, но у них не то, чтобы очень сильно получилось. О чем речь? Ну, например, о том, что в предыдущих соусах зачастую спам легкой атаки в двух руках был абсолютно имбовым, настолько имбовым, что сильные атаки тупо требовали от тебя больше сил и времени, чем они наносили урона, и ты просто переходил к мелким атакам очень долгим и быстрым, да, и потом перекатывался, у тебя все еще было достаточно стамины, и это в итоге выигрывало тебе игру. Здесь атаку с левой руки, с легкой руки, хотел сказать, легкую атаку, ее не то, чтобы понерфили, но попытались склонить тебя к тому, чтобы ты использовал другие атаки тоже примерно в том же соотношении. Сильную атаку можно заряжать, чтобы делать виссерал атаку, по сути, из-за Бладборна, и это периодически даже работает. С сильной атакой из воздуха ты теперь можешь делать слэмданк, и это станет некоторых слабых врагов, или ты можешь теперь использовать вепонарты, не привязанные к оружию. Теперь вепонарты выбываются отдельным айтемом, и ты этот айтем можешь в оружие вставить, в отдельные типы оружия, по крайней мере, и в зависимости от того вепонарта, который у тебя выбран, ты, соответственно, можешь там как-то его со своим оружием комбить. И вепонарты выглядят прикольно, и они даже не всегда бесполезны, но тут, конечно, от вепонарта к вепонарту. Например, тот вепонарт, который был у меня на моей Рапире, плюс 8, ну, некоторые штуки, типа, когда ты раскручиваешь вокруг себя вихрь, и пока ты его раскручиваешь, тебя уже в любом случае убивают. Или, например, можно сказать, что магия. Да, вот магию довольно сильно поменяли, потому что в предыдущих частях магия была ОП-шной, но ОП-шной она была не столько потому, что ее плохо сбалансировали, хотя это тоже не помогало делу, конечно, но скорее потому, что магия это эффективная рейнджовая атака в игре, которая рассчитана на то, что ты будешь драться в мили. А когда мобы думают, что ты будешь драться с ними в мили, и ты дерешься с ними в рейндже, они периодически не понимают, что с тобой делать. Давайте я так скажу, Годрик, про которого мне и на стриме говорили, и там многим новичкам тоже об этом говорят, такой прямо очень сложный босс, настоящий райт оф песседж, далеко не каждый с ним справится, очень-очень тяжело от тебя придется, он может быть двух типов. Я бы даже сказал, что Годрик, с которым ты дерешься в мили, и Годрик, с которым ты дерешься в магии, понерфленный, я, кстати говоря, отмечаю, мы сейчас к этому вернемся, но все равно, она недостаточно сильно понерфлена. Годрик, с которым ты дерешься в рейндже, это два разных босса эффективны. Это при том, что магия, она не просто понерфлена, она в самом начале игры как будто бы старается отвадить тебя, сказать тебе, чтобы ты ей особо не пользовался. Я реально почувствовал, как будто сделал неправильный выбор в какой-то момент, пока ты не начинаешь проходить дальше, не находишь реально хорошие сплы, которые для тебя эту магию открывают, а первые сплы, которые ты находишь, даже первые два продавца этих сплов, которые ты находишь, достаточно бесполезны, из-за исключения, может быть, обмазки оружия на магию. Это вот очень сильно мне помогло, на самом деле, но все равно это обмазка милишного оружия, да, это не те сплы, про которые я говорю. Они реально понерфлены. Ты пользуешься своим стартовым сплом, который тебе выдают, вот этот вот камешек звездной пыли, ты пользуешься им буквально всю первую половину игры, потому что это твой самый лучший вариант в соотношении затраченная мана на полученный ДПС. Магию они здесь ребаланснули больше в сторону комбух, потому что магию ты теперь можешь комбить, используя стамину с постоянными атаками, да, ты очень много раз долбишь, там, условно говоря, легкую атаку, и тратя стамину, ты, как бы, кастуешь их цепью, да, один камешек, другой, третий, они складываются вместе, ты, как бы, ускоряешься, но при этом тебе все еще нужно следить за своей стаминой, потому что боссы теперь гораздо более агрессивные к рейнжовым игрокам, надо сказать. Они гораздо чаще сокращают дистанцию, они как будто бы видят, что у тебя закончилась стамина, и подкатывают к тебе в самый неудобный момент, поэтому в твоих интересах сделать так, чтобы она у тебя не заканчивалась прямо, видимо, ну и следить за, как бы, за всей этой штуковиной, да, и, в принципе, магом, маг как будто бы стал чуть менее ОПшным, но он все еще довольно-таки сука ОПшный, потому что, как я сказал, Годрик в рейнжей, Годрик в мили, это два разных босса, даже если тебе нужно следить за своей стаминой, даже если ДПС от магии у тебя не так много, как хотелось бы, а у тебя его реально меньше, прямо ощутимо меньше, даже если ты пришел прокачанным, я к нему пришел прокачанным, уж поверьте мне, ты все равно можешь более-менее рассчитать количество необходимого урона и количество фляг с эстусом для маны, и победить его абсолютно не получая урона, потому что в рейнже у Годрика, в отличие от мили, есть, ну, три, наверное, опции, он может бросить, особенно во второй фазе, в первой еще меньше, он может бросить в тебя вот этим вот потоковым огнем, типа лучом, через который ты просто ролишься и не получаешь урона, он может начать как с огнеметом идти на тебя, и ты просто отходишь назад шагом, даже не поворачивая камеру, и с тобой вообще ничего не случается, это очень просто, и он может сделать, не дэш, он может в тебя кинуть проджектайл, такой типа из своей руки, от которого уклониться бывает сложновато, это, наверное, самая опасная реальная атака, но на этом как бы его опасные атаки и заканчиваются, и он умирает у меня где-то попытки с четвертой, по-моему, после того, как я просто взял достаточно эстусов, это было вообще несложно. В то же время в мели к вот этому вот скейлсету, к этим трем атакам, которые я назвал, добавляется еще круговая, он бьет тебя своим топором и так, и сяк, и с развороту, и с другого развороту, и еще и хреначит им в землю по ОЕ, и пятое, и десятое, за мели играть немножко сложнее, чем за рейнджа, тупо потому, что эти игры все еще не рассчитаны на рейндж, как бы сильно Медзака не любил магию, а в этой игре магия выглядит дико красочной, она прям очень сочная, и мне она нравится, это объективно легче, чем быть чистым милишником. Ну, ну, это просто так, по моим ощущениям, магию понерфили, но недостаточно, как будто бы, или недостаточно ее ребаланснули. Если бы мне нужно было описать Элден Ринг в соотношении с другими соулсами в целом, вот прям вообще в паре слов, я не знаю, хорошо это или плохо, кстати говоря, еще не определился, но я бы, наверное, сказал, что Элден Ринг делает гораздо больше акцент на количество, нежели качество. Если вы, играя в Секиру, думали, что некоторые мини-боссы повторяются, что это выглядит как-то, ну, не знаю, лениво, что ли, со стороны Фрома, здесь вы не можете сказать слово лениво, потому что этот мир действительно огромный, и в нем действительно много качественного, неповторимого контента, кстати говоря, потому что в какой-то момент, в чуть ли не самой первой локе, ты можешь найти лифт, который отправляет тебя вообще в другую подлокацию, гигантскую подлокацию, и ты там получаешь просто свою задницу на блюдце, да, и ты как бы должен прийти туда позже, но ты постоянно открываешь какие-то штуки, тут очень много контента, но при этом ты замечаешь, что многие боссы повторяются, как, например, например, чел, который стоит около мелких эрд деревьев, такой, с большой дубиной, и он похож на Ротона из второго Дарк Соуса, я его встречал два или три раза, по-моему, все-таки два раза встречал Дракона, который вы сейчас видите, я тоже видел его два раза в разных итерациях, для разного уровня прокачки, но это, по сути, один и тот же босс, они брали, они взяли буквально принцип из Секиры, что если там написано, что это босс, у него уникальное имя, есть полоска с ХП, то люди, в принципе, простят, и да, люди простят, в конце концов, они не такие уж плохие, как боссы, я бы даже сказал, но я не уверен, зайдет ли это каждому, да, вот это вот сложно сказать, мне точно заходит, но если вы будете подходить к Элден Рингу точно так же, как с Соусом, в плане биться об стену, об одну и ту же стену, и чувствовать, что вам нужно просто ее преодолеть, у вас могут возникнуть моральные проблемы, вы, может быть, даже захотите его дропнуть, это мне, кстати говоря, намекает на дискурс, который в игре образовался, кстати говоря, потому что, конечно, вокруг нее образовался дискурс, куда же без него, быть игровым журналистом тяжело, потому что ты одновременно понимаешь, что тебе нужно поставить Элден Рингу 10 из 10, и ты, может быть, даже чувствуешь, что хочешь поставить ему 10 из 10, потому что он тебе реально очень сильно нравится, я здесь ни в коем случае не причитаю, не говорю, что кто-то прав или не прав, Мое почтение, если люди ставят это от чистого сердца Но в то же время ты понимаешь, что тебе нужно еще и пожаловаться Потому что если ты не будешь жаловаться, то люди не будут кликать на статьи Угадайте, на что профессиональная печатная пресса жалуется с Элден Рингом? Редактор персонажей Элден Ринга разочаровывает своих черных игроков Чем, спросите вы? Тем, что там недостаточно причесок Это правда, да, Вёрдж действительно написал и опубликовал статью Посвященную исключительно тому, что у черных в Элден Ринге недостаточно много причесок Я на самом деле тоже, когда делал свою негритяночку на стриме, разочаровался, что там не было афро Но эта проблема решается просто выбором любой другой прически И забыванием про то, что это вообще была проблема где-то минуты через полторы, может быть, две Если вы очень впечатлительный человек Нужно находить проблемы, понимаете? Нужно каким-то образом притянуть игру, которая вообще никаким образом к этой теме не относится К теме, потому что тогда люди будут кликать на статьи и будут читать наши буквы А нам нужно только, чтобы они кликали на статьи, чтобы мы получали с этого бабло с рекламы, в конце концов Это замечательно Мне это нравится Я даже не буду какать в интернете сейчас, да, я не буду смеяться ни над кем Это хорошо Потому что если вот это вот самые большие проблемы, которые печатная пресса встречает Это хороший знак Это значит, что вся остальная игра достаточно хорошая Хотел бы я сказать, но, к сожалению, есть более объективные вещи За которые, мне кажется, ну, чисто вот при всем желании 10 из 10 лоден рингу ставить нельзя Это технические проблемы На которые обратили внимание уже абсолютно все Особенно, если вы играли в него на ПК Потому что на ПК он играется как полная срань Нет, конечно, если у вас стоит Intel 10900K И там RTX 3080, которые вы купили после того, как у нас цены поднялись Сказал, что вы очень богатенький Буратино То у вас, наверное, проблем не будет Но для простых смертных не все так хорошо, как хотелось бы Еще проблема у вас будет, если вы играете на консоль Ну, или если вы играете на консоли Хотя на консоли я тоже видел проседания FPS Они у меня были на стриме Просто не такие жестокие С ними можно было жить На консоли он работает более-менее по-человечески Главное, на открытый мир в открытом мире слишком сильно не смотреть А то тоже начинаются проседания там кадров где-то до 40, до 35 или около того Тут уж как повезет Но недолго А вот если вы играете на ПК Хо-хо-хо-хо Да На ПК вы встретитесь с целой коллекцией проблем Которые они вроде как чинят в патчах А я думаю, что большую часть они починят Но сейчас она есть И десятки она тупо не заслуживает Скринтеринг Потому что куда же мы без скринтеринга Враги могут пропадать, становиться невидимыми внезапно Из-за проблем с дирексом Или что-то типа того Вам может даже Ну, нужно будет тупо игру переустанавливать Заради того, чтобы починить эту штуку Которую может потом обратно возникнуть Проблемы с нет-кодом Просто невероятные Я реально был, кстати, даже на консоли в такой ситуации Когда чел меня присамонил для того, чтобы побить Маргита И потом мы стояли там где-то минуты три Пока он не мог присамонить никого другого Пока я не устал и не свалил Ему, наверное, было неприятно Потом перезаходить в игру Это чинить, если это поможет, конечно Краши достаточно частые Я на других стримах видел по два, по три за один стрим Это довольно много для игры Где ты можешь потерять прогресс в конце концов Даже если не очень много Но на боссе ты можешь его потерять Или, например, проблема с подключением контроллера Это, по-моему, чинится тем, что ты запускаешь игру С неподключенной клавиатурой Но только с подключенным контроллером Чтобы у него не было выбора И потом подключаешь клавиатуру с мышью И тогда он больше не видит конфликта Но ты не должен это делать, да В игре в 2022 году это не должно быть проблемой Если это является проблемой Это значит, что продукт объективно несовершенен Значит, он был выпущен раньше, чем он был готов Если такие вещи там не были починены И да, я считаю, что абсолютно справедливо Ну, говорить о таких вещах Потому что это плохо И это не 10 из 10 У этой игры есть проблемы Проблемы, к которым можно подходить по-разному Ну, для меня вот это не было такой уж большой проблемой Но я при этом абсолютно не виню людей Которым такой формат соулса не нравится Которым нравится, чтобы у тебя был конкретный коридор В который ты бьешься головой И ты преодолеваешь этот коридор И тебе становится хорошо А фармить мобов в открытом мире Это для ммошников-задротов Которые качают эльфов 80-го уровня Это абсолютно справедливая позиция Я, будучи челом, который фармил эльфов 80-го уровня Последние 15 лет в своей жизни Ничего против нее не имею Все-таки это, ну, это не то чтобы совсем сингл Но это примарно сингл, да? За исключением PvP Ты заходишь в Elden Ring Ладно, многие люди заходят в Elden Ring Для того, чтобы PvP-шиться Но мне кажется, что большая часть людей Заходит в соулс-игры Для того, чтобы их проходить Для того, чтобы собирать шмот Для того, чтобы качать билд Для того, чтобы побеждать боссов То есть для PvE А не для PvP PvP это ты заходишь на стрим Хора Бора Какому-нибудь или там Не знаю, кто у нас еще Кто у нас еще PvP занимается Кастом Сторису там, например, да? И кайфуешь уже вот От того, как это происходит на стороне Ну, для меня так было, по крайней мере Во всех частях, кроме второй В двойке Я настаиваю на этом Я знаю, что второй Dark Souls Многие очень сильно хирососят И не без причины Но я настаиваю на том Что во втором соулсе Реально было лучшее PvP За всю серию Там можно было делать Огромное количество билдов Каждое, наверное Ну, 99% Стычек в PvP Были веселыми Или я чувствовал, что у меня был Какой-то реальный шанс Против моего противника Если только это была Не совсем какая-то перекачанная мразь А в контролируемом PvP Так и тем более Когда там на арену выходил В конце концов Было очень весело Мне с Друганом Тусить в Белфри Луне, по-моему Где перед Гаргулями Я не помню В одной из колоколин Где ты еще слэба выбиваешь С убитых врагов С убитых других игроков Да, когда они себе самонятся Было весело Когда он стоял в Хамелеоне А я такой приманивал чела К дверце Гаргулям Такой, иди сюда Все будет нормально Побьешь меня сейчас Опустишь прям Будешь таким крутым PvP-шером Он подходит ко мне И тут мой бро Выпрыгивает из Хамелеона И тыкает его ножом в спину И мы пинаем его ногами И это было весело Господи, нет PvP в втором Dark Souls И были классные Но оно было прям очень хорошее Мне нравилось Здесь я PvP не пробовал Потому что Ну вот в Elden Ring Я PvP не хочу заниматься Наверное вообще По-моему тут используется Та же самая система Что в третьем Souls То есть когда у тебя есть кооператор То к тебе могут вторгнуться челы Если у тебя два кооператора То тебе дополнительный чел вторгается У тебя есть предметы Которые приманивают к тебе вторженцев Чтобы устраивать файт-клабы И ты можешь оставлять пометочки Ну короче говоря Стандартная тема Тут ничего нового нет Это просто не моя тема Что я хочу сказать Всей этой своей тирадой Elden Ring Несовершенен Но черт возьми Это хорошая Очень-очень крутая игра Прям действительно хорошая Очень-очень крутая Хочу играть в нее прямо сейчас Я хочу продолжать исследовать этот мир Я хочу находить в нем Все новые-новые данжи Я хочу находить в нем Новых боссов Я хочу посмотреть Что еще нового он мне может показать Я старательно Не сполерю себе вещи Но естественно Какие-то штуки Ну их нельзя пропустить мимо глаз Потому что ты все равно По тегам увидишь их там В похожих картинках Или в чем-нибудь типа того Или ты например на Reddit Увидел Как чел буквально косплеит Дарта Мола Потому что он нашел там Твинблейд И заточку Не заточку А помазку на Твинблейд Которая делает его красным И ты прям реально С двойным мечом такой бегаешь И ты начинаешь искать информацию Где взять этот Твинблейд Где взять эту помазку И мне хочется узнать Где все это находится Это здорово Это игра Которая тебя завлекает Этими маленькими крошками Дает тебе постоянно Что-то новое И тебе не хочется Останавливаться Это круто И я люблю Я люблю просто хорошие Качественные игры В которых ты хочешь проводить Много времени Не потому что ты обязан Да Не потому что там есть Куча сайт-контента Половина из которого Может быть интересный Или в лучшем случае Там не половина Процентов 30 В то время как здесь Контент Ну он весь по сути Интересный Он весь дает тебе что-то Он весь дает тебе Какой-то прогресс Это здорово Это просто прикольно У меня хорошие впечатления Возникают Как еще описать Свои хорошие впечатления Ну единственное Что бы я изменил Наверное я бы дал В самом начале игры Ну или по крайней мере Близко к началу игры Сразу доступ к более Хорошим спеллам Потому что я клянусь Сука Когда ты находишь Вот эту вот Колдунью Которая после какого-то Из мостов Стоит под боссом С Пампкин хэт Он называется босс С какой-то странной шляпой Да Ты заходишь там В большие подземелья Тебе даже не нужно Проходить подземелья Ты перешел через Через заграждение туманное И там прям сразу стоит босс И ты находишь Вот эту вот магичку С такой смешной шляпой Селина ее зовут Или Селия Что-то в таком духе И она продает тебе Твои стартовые сплы Помимо двух стартовых сплов Она продает тебе Помазку на магическое оружие Полезная штука Пользуясь Она продает тебе Самонаводящиеся Эти пеблы Камешки Они полезные Бывают в том плане Что ими хорошо сражаться Против вторженцев Даже вторженцев Которых контролирует Не настоящий человек А компьютер Потому что они хорошо Перекатываются От твоего базового спла Но от этой штуки Они плохо перекатываются Потому что она их хорошо тречит И это действительно помогает И третий спл Который она продает Это бараш Бараш требует от тебя Больше всего интеллекта И ты думаешь Ну он наверное хороший Да Это же типа бараш Я выпускаю сразу Сразу много камешков Это здорово будет Сейчас я их прям такой замочу Вот будет круто Да И ты Ты его кастуешь И он Он требует от тебя Больше интеллекта Он жрет всю твою ману Он наносит меньше урона Чем один обычный каст От одного обычного камешка И он Не дает тебе перекатываться Пока ты его кастуешь И он еще и кастуется долго Он буквально во всех отношениях Объективно хуже Чем самый базовый спл Кто это балансировал Я понятия не имею Но я надеюсь Что этот человек уволен Уже к этому моменту Из фром-софтвера Хотя кого я обманываю Скорее это всего Был лично Медзака Потому что он скажет вам В ответ что-нибудь в духе Но если у вас есть плохие спллы То хорошие спллы Становятся параллельно Еще более хорошими Ты начинаешь ценить Реально хорошие вещи И убирать плохие Таким образом Ты как бы начинаешь Стягиваться в игру Ну да в какой-то степени Это наверное правда Но мне блин обидно Потому что я специально Для него прокачал 23 интеллекта А получил в итоге Говна кусок Ну ладно Так и быть Медзака Я тебя прощаю Elden Ring хорошая игра Действительно хорошая Это опыт который Только у фром-софтвера Можно получить Потому что только они Несмотря на то что Их боевку копируют Очень часто другие тайтлы Даже некоторые делают ее лучше Несмотря на это Только фром За счет своего дизайна мира Не только открытого Но и в принципе Всего мира Данжей в том числе Только они могут тебе Вот именно этот опыт дать Не просто так Их игры стали культовыми Я здесь это тоже чувствую Даже если не всегда Могу точно описать Откуда оно берется Я все равно это чувствую Это очень классное ощущение После того как я выложу Это видео Я пойду дальше В Elden Ring играть И никто меня не остановит Спасибо вам Мои дорогие мальчики и девочки За то что вы мое видео Посмотрели с моим Таким вот небольшим анализом Спасибо вам за то Что вы такие классненькие Булочки Остаетесь ими постоянно Лайки с комментариями Ставите на канал Подписывайтесь Колокольчик на все Поищения ставите Спасибо вам за то что У меня есть Люблю вас